Последние несколько месяцев Grand Mobile открывают новые серверы, если не раз в неделю, то два раза в неделю. Я, конечно, стримлю каждое открытие, но всего три часа, а сервер так-то остается на всё время. Мне стало интересно, а что вообще происходит на новых открытых серверах? Ула Мигас, на связи Матвей, и сегодня в этом видео я проведу 24 часа на новом сервере в Grand Mobile. Посмотрим, как там вообще люди живут, играют, а чтобы нам не было скучно, параллельно будем ловить бизнес без доната. И это сейчас без байта, я реально ставил бизнес без единого вложенного рубля. А как это произошло и что я в итоге слабил, узнаете в конце ролика. В любом случае, братан, если это наша первая встреча, обязательно подписывайся. По статистике, мои подписчики намного успешнее, чем другие игроки, ведь они смотрят мои ролики и знают про игру абсолютно всё. А в благодарность за твой просмотр и лайк, подписку, специальный подарок от меня для тебя, промокод MOTIVKAR, который работает на всех серверах Grand'а. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, VIP статус на неделю, а ещё гелик на 3 дня. Гелик причём стоимостью 15 тысяч реальных рублей, и получишь ты его сразу же после активации. Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Grand'а получают Миша Мороз и King363. Поздравляю, для получения приза пишите на этот Телеграм. А если на их месте хочешь оказаться именно ты, то просто пиши комментарий, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. У меня всё, вернёмся к суткам на новом сервере и ловле бизнеса без доната. Итак, первые минуты, первые секунды, всё началось со стрима по открытию 22 сервера. После неудачной попытки словить блатную симку, я начал свой путь к бизнесу без доната. Последний раз отдохнув, потрогав траву, я взял телефон с мыслью о том, что я его не отпущу следующие сутки. Первым делом я, конечно же, вёл бонусный промокод из своего Телеграма. Халявные 30 тысяч рублей никому не помешают, а затем приступил к выполнению квестов. Купил Гранд Шаверму, отработал смену в шахте, получил паспорт, купил себе наконец-то симку, что-то похожее на блат, и сразу выставил её на продажу за симфолические 25 косарей. Ну а чё, вдруг кому-то понравится, купят, а мне лишние деньги не помешают. Купил лотерейный билет, это тоже потенциальный плюс халявные деньги, да и нужно было для выполнения ежедневных заданий. С появлением начальных и основных квестов про них как-то все забыли, но и зря. Штука хорошая, если хотите 10 XP и 30 тысяч рублей ежедневно на халяву, обязательно выполняйте. Чтобы сэкономить время, сразу же получил медкарту, ведь это нам понадобится для прохождения начальных квестов. И после этого сразу же сдал на права. Тем временем, моя симка внезапно была куплена. На права я сдал, значит самое время ввести промокод Мотивкар, ведь я получу гелик на 3 дня, а машина мне в будущем ой как понадобится. Воспользовался моментом на стриме и начал мини-игру картинг, ведь за победу в этой мини-игре вы на халяву получите целых 12 тысяч рублей. Поработал на заводе Twix, затем снова поехал в магазин, чтобы снова купить сим-карту и выставить ее на продажу. Симка 171717 была выставлена за 9 косарей. И черт возьми, ее снова купили. На стриме подписчики вынудили меня создать свою семью, поэтому пришлось снять 900 донатом, но на наше прохождение это, обещаю, никак не повлияет. Похавал в ресторане, купил еще одну симку и тоже выставил ее за 9 тысяч рублей. Не успел я сесть в тачку, как ее тоже купили. Тут я нашел золотую жилу, поэтому снова отправился за покупкой симки. Следующую симку с 3 единицами и 3 шестерками я уже выставил за 25 косарей. И снова, блин, не успел я открыть машину, как ее купили. Выставил еще одну симку тоже за 25 косарей с 3 единицами и 3 четверками. И ее тоже моментально купили. Я в шоке с того, что с открытия сервера прошло больше часа, а, во-первых, бладсимки все еще есть, а, во-вторых, они разлетаются, как горячие пирожки. Выставил еще одну симку за 25 косарей с 3 четверками и 3 единицами. И ее опять купили. На продаже симок я уже заработал около 100 тысяч рублей. Это определенно класс. Выставил еще одну симку и, наконец-то, ее никто моментально не покупал, поэтому я спокойно отправился по своим дальнейшим делам. Кстати, в магазине меня кто-то задеймил, поэтому я в больнице. Отправился на еще один картинг и снова выиграл 12 тысяч рублей. Тем временем за бизнесы уже идет активная борьба, поэтому медлить нельзя. Играю я уже более двух часов и, к сожалению, на этом моменте мой стрим оффнулся по техническим неполадкам. В итоге я полностью закончил начальную квестовую линию и даже выполнил пару заданий из основной. Не забываем также про ежедневные призы. Ну и на моем балансе уже более полумиллиона рублей. Шансы словить бизнес все больше и больше. Отправился работать дальнобойщиком и, если что, я не делаю большого акцента на выполнение квестов, потому что на канале и так вышли целых два видео по этой теме. Если интересно узнать, как выполнять квестовые линии быстрее и выгоднее, можете посмотреть. Ну и, наконец-то, я закончил квест на дальнобойщике, забрал еще один ежедневный приз, а на самой работе я нафармил около 70 тысяч рублей, точно не помню. Для завершения квестов покупаю самую дешевую машину, потому что, опять же, у нас в приоритете не машины, а деньги. Ну и, наконец-то, успешно заканчиваю квесты. Купленный скин для квестов я сливаю государству за 7500 рублей, ну и еще сливаю только что купленную машину, потому что, по факту, она мне не нужна. Кстати, я забыл сказать, что за введенный вчера промокод я все-таки получил 30 тысяч рублей и вот такую вот ламбу. На моем балансе 555 тысяч рублей, практически девятый игровой уровень и, да, кстати, играю я около 12 часов. На банковском счете лежало еще более 60 тысяч рублей и это все, что я заработал на дальнобойщике. Итого 600 тысяч рублей в кассу. Ах, да, и еще совсем забыл, что за 12 часов игры мне накапало целых две прокрутки рулетки. Я их успешно прокрутил, получил вас и ничего. В гос сливаю вас, практически за 100 тысяч рублей. И, конечно, можно было дороже продать на авторынке, но, к сожалению, пока это новый сервер, авторынок здесь еще не сформирован. Итого у меня более 700 тысяч рублей за, опять же, 12 часов игры. Это и учитывая обналиченные 100 доната, которые всегда на халяву выдают в день открытия нового сервера. В общем, первая фаза моего плана по ловлю бизнеса без доната завершена. Приступаем ко второй. Мы нафармили основной капитал и теперь нам его нужно приумножить хотя бы в два раза, потому что самый дешевый бизнес стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Для такого быстрого приумножения доходов ничего, кроме казино, на сервере нет. Поэтому с этого момента, к сожалению, мы уже будем полагаться не на нашу игру и навыки, а на просто удачу, потому что просто другого способа быстро заработать денег на сервере нет. Для начала по приколу обмениваю тысячи фишек и иду в русскую рулетку ставить все ва-банк. Поставил на черное поле и, к счастью, мне повезло. Вот уже плюс 100 тысяч можно считать заработал. А затем я обмениваю все оставшиеся деньги на фишки, в сумме получилось 8 тысяч фишек, и ставлю их ва-банк в Блэк Джеке. Конечно, я понимаю, что это тупо, потому что я могу разом все проиграть, но, честно, мне не всралось проводить полжизни в казино, поэтому для экшена ставлю все. Игра началась отлично, я получил 20 очков, тут мой оппонент сразу берет карты и получает 21 очко. Ну все, тут я расстраиваюсь, думаю, все пропало, видео можно закрывать, но вот что произошло. Не знаю, каким образом я вообще ничего не делал, но я в итоге оказался победителем и выиграл более 14 тысяч фишек, что эквивалентно около 1 миллиону 400 тысяч рублей. На бизнес это более чем хватает, поэтому я радостно обналичиваю все фишки и бегу в банк класть деньги на счет и начинать ловить что-то на аукционе. Было заманчивое предложение взять ресторан номер 19, поэтому я поставил именно на него. От начала игры до этой ставки прошло около 20 часов и за это время я сумел заработать более 1 миллиона рублей и начать торговаться за бизнес. Но радоваться рано, ведь буквально на следующее утро мой бизнес покупает кто-то другой. И это было к лучшему, потому что каким-то образом у кого-то за это время слетел ресторан в центре Арзамаса. Ну и я сделал ставку именно на него. Но радоваться опять же было рано, потому что буквально к вечеру следующего дня его опять же у меня кто-то выкупил. В итоге остались бизнесы только оверпрайс, на которые у меня даже близко не хватало денег. И честно, я уже на полпути, друзья, все ради вас, я предлагаю идти ва-банк. Прямо сейчас снимаю все свои деньги и отправляюсь в казино. Покупаю 14 тысяч фишек на все свои деньги и ставлю ва-банк в Блэк Джеке. Что же, друзья, пожелайте мне удачи, честно терять нечего. Ну и в самом начале мне выпадает 20 очков. Дилер проигрывает и как итог я выигрыша на целых 2,5 миллиона рублей. Блин, друзья, я не знаю, что происходит. Наверное, это мой самый счастливый день в жизни, потому что мне повезло более трех раз. И думаю, это мой самый большой выигрыш в казино. Приехал в банк, положил на счет все имеющиеся деньги. И ставлю на тот же 23 ресторан 2 миллиона 400 тысяч рублей. Конец аукциона через 3 часа, так что встретимся вечером. Так, зашел за час до конца аукциона и, к сожалению, мою ставку перебили. Блин, да теперь тут нет ничего дешевле 3 миллионов рублей, да что за фигня. Ладно, думаю, план действия очевиден. Бегу в банк, снимаю все деньги со счета, еду в казино, покупаю фишки, ну, почти на все имеющиеся деньги и играю в Blackjack вабан. Но вместо 15 тысяч я случайно ввел полторы тысячи фишек. Но это было к лучшему, ведь в итоге я проиграл. Фух, слава богу, что я не пошел на все деньги, но вот теперь-то я иду играть на все имеющиеся фишки. Вот он, момент X. Да, друзья, видимо я самый удачливый игрок в Grand Mobile, ведь мне снова повезло и я выиграл 2,5 миллиона рублей. Обмениваю все фишки на верты, мчу в банк, кладу на счет все наличные и снова делаю ставку на оставшийся ресторан номер 22, 3 миллиона 200 тысяч рублей. Хоть мне и повезло в казино, друзья, но на самом деле я не сильно улучшил свое положение, ведь я перебил ставку всего на 200 тысяч, а это для доната очень мало. Что ж, будем надеяться на лучшее, друзья, я сделал все, что мог. Я проиграл. На следующий день увидел сообщение о том, что моя ставка перебита, это были два последних бизнеса, которые слетели этой же ночью, но что? У кого-то слетело АЗС за 3 миллиона, а за ресторан 22 вообще цена 11 миллионов, что происходит? В общем, я радостный ставлю все свои 3 миллиона 200 тысяч рублей на эту АЗС Эдва 2. Не знаю, что произошло, видимо, какой-то челик не доследил за своим бизнесом, но меня больше прикалывает, что за какой-то тупой ресторан люди отдают больше 10 миллионов вертов. Но я все равно в итоге не смог словить. Мою ставку перебили, а новая цена на бизнес выходит за грани моих возможностей. Рисковать своими кровью и потом заработанные более 3 миллионов вертов я не собираюсь. Думаю, мне и так сильно повезло, что я вообще смог их хоть как-то заработать, поэтому я выхожу из этой игры. К сожалению, как видите, да, в итоге бизнес без доната я словить не смог. Я понял одну очень простую вещь, друзья. Если вы хотите словить какой-то бизнес на открытии нового сервера за маленькие деньги, то вам нужно его покупать в первые сутки. В первые 12 часов спокойно оставалось несколько бизнесов за их базовую цену, на них даже никто не делал никаких ставок. А вот уже после 24 часов, к сожалению, даже за какой-то тупой ресторан люди готовы отдавать более 10 миллионов вертов. И все же я доволен своим результатом, ведь, ладно, чуть больше, чем за сутки после открытия сервера, я смог заработать более 3 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на развитие моей семьи на 22 сервере. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Если этот ролик был для вас интересным, обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, а на каком сервере играешь именно ты и чего ты достиг в игре за 24 часа игры. Было бы интересно об этом узнать. А если ты все еще здесь, пиши в комментариях 24, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Рекомендую к просмотру мои другие видео на канале, друзья. И по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.